Как в давние времена отдавали на кормление. Городец Мещерский, он теперь Касимов, да? Звенигород отдавали на кормление. Это как раз начиналось после Василия Второго Термина. А теперь Москва отдана на кормление. Это очевидно. Здесь никто не заботится ни о облике Москвы, ни об истории, ни о жителях. Здесь главное, что называется, откормиться хорошо и успеть. И более того, есть такой приказ, я не знаю, указ Петра Первого, он был от 7 февраля 1718 года, где было сказано, тем, кто рубит дубы, будет рубить, или будет приказывать, тех уши вырывать, батагами бить и в Сибирь сцелать. А у нас вот тут вырубают дубы. И ничего, никто ему не указал. Вот нужна магистраль, и все. О том, что это был уникальный участок, это я уже давно говорила, не один раз. Здесь до того, как сняли грунт и вот эту газонную траву, здесь же был изумительный покров. Здесь были, приезжала биолог из МГУ и говорила, у вас здесь красная книга, зеленая аптека. Строили детскую, вот даже не детскую, спортивную площадку. Они даже не посмотрели, что они уничтожили фиалковую поляну. Нет, это, знаете, вот, понаехали начальники кормиться в Москве. Ну, больше сказать нечего. Видите, закон было не стало, я не могу все законы знать, потому что они принимаются законы. Я много чего давно знала, я не знаю, что я могу. Субтитры сделал DimaTorzok